И кого-то съели Сначала был скелет, теперь яйцо Где же птеродактиль, который из него выбрался? Да, и она еще разговаривает И Коля где-то потерялся Коля! Мы просыпаемся Калышет нашу палатку Ему пора вставать на завтрак Палатку рекомендуется закрывать до конца, чтобы ветер не разорвал замки Немножко моросит Уже не так солнечно Говорят, что в ближайшие два дня будет усиливаться ветер И дождь Но пока дождя нету Я надеюсь, что мы сегодня Пройдемся погулять Но погода Пока не дождь Иду Сашку будить Потому что через 20 минут у нас начнется завтрак И мы по сути уже Третий день Без интернета Ну И у меня как такового нету Моросит пока Но ветер еще жуткий Прям так палатку теребойкает что ли Страшно даже Страшно даже Бывали случаи, что Люди не могли уплыть Ну как Дима рассказывает, что он до двух дней Не мог уплыть с острова Потому что Потому что был шторм И лодки накрывало волной И они Сидели на острове Поэтому Он пока как бы шутя спрашивает Что типа есть возможность сдать билеты Но даже если бы она была То здесь без интернета сдать билеты Просто Невозможно Ну мы надеемся, что нам не придется сдавать билеты И мы Уползем отсюда И вот начался дождь Мы позавтракали Завтрак, конечно, под крышей В лагере после каждой трапезы После завтрака, обеда и ужина Все моют тарелки в море Я решил, что тарелки лучше протирать салфеткой Потому что жирную еду С тарелки не смоешь в холодной воде Вон Марья Анна пошла мыть свою тарелку в море А также сегодня день Когда нам выдали наконец-то генератор И разрешили заряжать На нем все свои гаджеты Но генератор очень маленький Поэтому заряжается не особо быстро Я пришел на родник за водицей Когда идет дождь Отсюда я вижу, что Сашка идет без дождевика Под дождем Сказал, одень дождевик Нет, промокнет И будем мокрые лежать в палатке Не знаю, почему это назвали родником Мне кажется, родник это то, откуда бьет вода Здесь она, видимо, просто фильтруется Через песок и камни И здесь набирается Некий колодец Отчего она устала? Вот эта шизо-компания В дождь Без какого-то Сушильного места Собирается идти в поход Все Пошли Устанавливает 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 Вариант Что одни промочит У вторых Будет Греться Но Кроссовки Других нет Устанавливает Устанавливает Скоро Сать Устанавливает Устанавливает Как Приятного изхода Устанавливает Корони Но самое главное, не подфользнуться. Выглядим вот так. Я в двух капюшонах. Холстовка и куртка. Сверху дождевик. Одел перчатки. Сашку заставил просто одеть капюшон. Она у нас тоже вверхом моде. Ей лучше модной быть, но замерз. Я как раз вспоминаю Кристину, которая... Я одета, у меня даже червобелье есть. Вообще, прямо. Лезем на мокрую гору. Конечно, природа красивая даже. В дождь. Все по-своему. Я заодно протестирую, ну, в таких экстремальных условиях, Наш новый микрофон, направленный вперед-назад. Мы прошли маленькую часть по горе. Вот сзади Сашка зеленая идет. И вот сзади нас еще группа из четырех человек. Такие мы космонавты. Поэтому, если бы теоретически нас встретили какие-нибудь тузенцы местного острова, Они бы приняли нас за инопланетян. Начали строить лабиринты. И потом бы своим детям рассказывали, что здесь были инопланетяне. И вот это все понастроили. Во всех вот моих одеждах сейчас, конечно, немножко чувствую. Потому что ветер дует в спину. Лицо не мокрое. Я весь как бы в пакете, в повторах, в термобелье. Так жарко. Начался еще небольшой подъем вверх. Я вот прям единственное, за что боюсь. За то, что пройнулся. Перебудь под ногами вверх. Везде. Сыроиди, торчат. Масляшки, подберезовики. Я белых не встречал. Видел очень опятых и лжи опятых. Кто знает, как они отличаются, напишите нам в комментариях. Немного забуляемся. В лес. От воды. А что грибам здесь вообще замечательно. Влажно. Хорошо. Мне вот прям жарко. Вкусно. Папюшон. Но если я сейчас раскроюсь, я сейчас у нее продует. Так я зацепился за палку и у меня прорвался. Дожди. Все, в принципе, экипированы нормально. Я миллион первый раз, наверное, повторяю. Что все переживают за нашего вот последнего человека. Писатель или журналист. Он там точно не сказал Николая, у которого приехал в трассовках и спортивных штанах. То ли он не хотел собираться, либо ему нечего было собрать. Вот. Просто мы такие с чемоданами, кучей всякого барахла. И мы их еще увидели в поезде. Они прям встали перед нашим купе на выходе. А я Сашке говорю, неужели они с нами? И мы вышли и пошли немножко разными допинками. А потом оказалось, что они с нами. В общем, все переживают, что он сейчас промокнет. Потому что здесь вот уже как-то сура. Нага объявляется вот мок. Помимо того, что дождь. Вот он был. Дерево обнимает. Не, ну там же это вот. Обнимательная сосна. Почему? Почему она стала такой? Ну, ходит, обнимается. А у тебя новая книга так будет называться? Да. Зачем? Почему? То есть обнимательная, потому что все сгорело, а она выстроила. Да нет, ходят люди, обнимаются. Ходят люди, обнимаются. Вот весь человек дошел и обнимается. Ей нравится. Да, и она прилипла, потому что она вся в смоле. И больше не может оторваться. Посчитай что-нибудь про деревья. Про энергетические деревья. Получается, каждое дерево можно обнять. Не только это. Да, это энергия Эйва. Тебе же в аватаре говорили. Какой красивый деревень. Прям картиночный. Я думаю, мы его на обратном пути сорвем. Но кто это? Это похоже на подосиновик. Он синеет. А если синеет, он синеет. Натуральный или настоящий? Подосиновики синеют. Подосиновики синеют. Утроит. Утроит. День. Утроит. 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 Голос. Баланс. Смотри, вот маленький подберезовик, не переросток, не переросток, вот-вот-вот. Я не могу, что ты так спросил-то, а? Я в смысле говорю, ну кто собирает? Сильный ветер, дождик немножко. Вверх в микрофоне подмог, не было сильно, можно угадать по воде. Как нам поведали, вот это вот, как называется? Ведьмин волос. Ведьмин волос растет там, где экологически чистые водки. Говорят, что в основном на еле, вот на березе. А мы все идем на мыс, в целом это, конечно, поход от мороженых, потому что даже в резиновых сапогах перед штаны вот намокли и начнут в районе холена мокнуть ноги. Они же эти самые двойные. Ну хорошо, со второй части дойдет. Знаешь, как вода вверх поднимается, под карель? Ну, то есть мы все придем веселые обратно. Смотри, какая странная зеленая штука растет. Мы пошли по лесу, они шли пол дороги по берегу, там где просто задувает. Мы вот тоже зашли в лес. Вот там ведьмин волос. Говорят, что это прям растет. Некая разновидность, видимо, мха. Выглядит странно прикольно. С одной стороны, как будто... С одной стороны, может подумать, что это медведь терся, знаешь, тогда и... Ага, высоко терся получается. Ну, а так как высоко, да, это слишком манкер. Так, ну где. Чтобы там не было, кто-то здесь все-таки водится и кого-то съели. Вот моя рука. Это, не знаю, для кролика, наверное, очень большая спина. На предыдущего говорили, что это кролик, а его съел птиц и парил. Ну, здесь прям какой-то большой позвоночник. Сначала был скелет, теперь яйцо. Где же птеродактиль, который из него выбрался? Видел, какая странная растет тут эта? Нет, что это такое? Да это просто мокрая трава. Какая-то муха. Или гриб какой-то. Очень похоже. Ну, здесь прям жирность полным ходом. А это... Уже грибы, что ли? Если бы не собрал. Все бы ничего, если бы не так мокро. Потому что сушиться негде. Будем дышать и сушить носки над костром. Груху вижу. Что-то втирают очередной байк. Чего там? Какие-то яйца вы нашли, да? Яйца, да, трупик. Да, ну, 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 чё? Ну, это птица, это понятно. Ты кости так видел? Это голос такой. Не знаю. Много? Не знаю. В прошлый раз я съел кого-то. Кого ел, не помню. Я в Трансе был. После мухоморов. Развивающийся на этих называется Викмина волос. Да. Викмина волос. Аккуратно. Я пробую. Аккуратно. Пусти. Еще один трупик. Это говорят, что это нервы. Ну, и, что было? Ты осула? Серьезно? Серьезно? Нет, пара. Да, и она еще разговаривает. Я думаю, что я сожрал дверь сюда, в пополок. Почему я так далеко не могу убирать? Через елки? Смотри, как я надо было бросать. А это просто? Да, это просто. Увы веих, ухаженная. Увы веих! Увы веих! Увы веих! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok и послезавтра я надеюсь что мы уезжаем пораньше но у нас благо есть как бы еще штаны теплые и джинсы как бы не для того чтобы выходить да то есть уже не погуляешь но в целом я на себе на заметку поставил что нужен дождевик получше не 5-минутка вот в декатлоне и вроде там задувает прям жесть главное чтобы палатку вместе с нами не сдуло обед еще через час поэтому мы подкрепляемся батончиками которые набрали спорт мастере но и согреваемся не знаю что еще будет сегодня вроде как хотят затопить баню чтобы по крайней мере какие-то вещи высушить потому что ну по крайней мере коля весь в одних штанах у него кроссовки конечно же мы в резиновых сапогах ну то есть они резиновые да там по щиколотку дальше идет ткань и как бы штаны вот штаны от травы промокли и через штаны уже по термобелью туда внутрь у меня правая нога промокла у тебя промокли ноги да то есть даже в резиновых сапогах в итоге прогулки под дождем в карелии все равно промокли но вот я сейчас в мешок в наш залез и ногам тепло самое главное чтобы опять не разболеться это точно так что мы сейчас немножко по согреваемся и через час сходим на обед пришли на обед микрофон жутко промок снимаем на встроение так супчик сейчас до супчик горохлого и с тушенкой ничего не будет поэтому что-то выключаешься все время на обед больше ничего не будет поэтому надо есть потому что следующая еда только на ужин а еды как бы больше особо и нет у нас есть батончик не пропянешь еще за 15 день мокрая куртка костер здесь не разожгли топят баню топят баню ну у Димы есть запасная одежда он у нее переоделся а все остальные как бы мокрую одельку скинули ну и а что дальше почему вот костер здесь не разожгли потому что мы им не сказали они сами не догадаются небольшой обзор бани никто как сейчас сохнет наши шмотки вот мы их повесили здесь такая печь здесь прям жарко но баня видимо поливают воду у нас а штанов я надеюсь что все стечет и что все высохнет главное что все предели сначала мы собирали грибов потом нарезали все вымокли сначала мы сюда приехали заплатили за это за удовольствие нужно уметь платить да 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 смотрите как вода может умеете усыпаться другой остров в тумане вода ушла так было ночью вот сейчас белые камни проявились вот там нет образа ух наш домик улетает мы обсушились так в баньке все у нас высохло сейчас дождь прекратился погода сильный жуткий ветер в палатке такое ощущение что нас просто сдувает остались не высохли только у нас сапоги потому что непонятно как их закрепить чтобы они были над самой печкой то есть наши сапоги мокрые и у Голи кроссовки я еще подкинул палочек я вот сейчас подвесил сапоги попробую чтобы они подсохли потому что прям чувствуется что стекает туда влажность и все вот собственно наша баня парилка уже вот наши кроссовки висит вверх и сапоги внизу в целом прикольная штука для тех походец походы не обязательно чтобы прям там париться туда даже замечательно прийти погреться просто очень важно на это на это надо еще печку с собой тащить в кроссовках пока у нас мокрые сапоги в кроссовках достаточно все таки прохладно потому что их продувает так как их задувает то ноги мерзнут не мокнут но и вот эти чехольчики я не знаю то есть в принципе я изначально думал что это странная штука конструкция потому что даже если ты просто сидишь в них так как ноги в пакете они у тебя все таки дышат и начинается появляться как бы некая испарина да и между самим этим чехлом и кроссовком получается влага и кроссовок все равно локнет то есть даже не снаружи а изнутри и вроде как обещают что завтра не будет дождя и может быть если не будет дождя мы еще куда нибудь пойдем но мы пойдем в том случае если у нас будут сухие сапоги все и послезавтра мы уезжаем вот чайка здесь тусует на камне отлив прям сильно от него все камни обнажились и луминария огромными шмотами просто видно не вот эта мелкая вот прям листый Николай Николаевич это папа Альберта он здесь пошиварик ой чат-глава вывалил луминарию на стол пока еще не темно я вот сейчас прилег вот он лист валяется водоросли можно прям жевать все готовят ужин готовят ужин это грибы у тебя лисички нужно лисички да можно лисички после как грибы нарезали их сварили Теперь вот здесь их жарим, прям месиво, только там их сцеживает, целый прям производство, это вам не сыроварня, понимаешь? Сыроварню только на 100 литров ставишь, да? Здесь он насобирал. Почистил, помыл, порезал, сварил. Здесь наверное сколько от килограмма грибов останется грибов? Грамм 200? Ну вот смотри, целый вот такой сетилок, вот же, целый нарезал. Вторая сковородка. Вторая сковородка грибов, собранных нами в горах во время дождя. Говорят, что сок дали сок, подберёжки, подберёжки, дали такую воду. Позвучал, нотка. Перейдём на ужин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Грузово пытаемся байбасить Идем в дождь, 2 метра, огромные Вообще не знаю, пусть нельзя слышать Я не знаю, пусть нельзя слышать Вдох, пауза, пауза 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 завтра мы уезжаем отсюда, так что... Ну, у нас один день завтра и послезавтра уезжаем. Ну, послезавтра мы же не с утра уезжаем. Ну, не с утра, но уже будет ощущение на чемоданах. Главное, чтобы... Мы выяснили, что все наши здесь одна... Чего? Одна островитяне? А мы все едем одним поездом до Питера. Будем встречаться в вагоне-ресторане. И я, кстати, ни разу не была в вагоне-ресторане. Хотя бы увижу, как это. И говорят, что вагон-ресторан тоже двухэтажный. Да. Надо будет занимать столик. Ну, посмотрим. Потому что Коль сказал, что они пришли и были все места заняты. И там устроили потом чуть ли не дебош. И драку? Что-то там разбили, да. И на следующее утро, когда они пришли завтракать, что терминал уже не работал. То есть можно прийти в вагон-ресторан позавтракать. Там какую-то яичницу дают. О, отлично. С одной снимем для вас, как это. Я вообще первый раз ехала в двухэтажном поезде. Все, еще раз. Подписывайтесь на наш каналчик. Ставьте колокольчики, бубенчики. До новых встреч. До завтра. А я забыла расчески. Пока. Пока скажешь. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова